Ну а сейчас о генах, от которых, как известно, никуда не денешься. Одному журналисту из Бельгии, вкупе с ученым-историком, удалось добыть генетический материал, раскрывший, кто же на самом деле был главный военный преступник всех времен и народов Адольф Гитлер, деливший человечество, как известно, на арийцев и всех остальных. Итоги их исследований публикует британское издание Daily Mail. Итак, в результате исследований генетического материала, а это слюна, взятая у 39 человек, в том числе и у двоюродного брата Гитлера, выяснилось, в жилах фюрера текла и иудейская кровь, и африканская. Исследователи утверждают, что им пришлось неделю охотиться в Нью-Йорке за внучатым племянником фюрера. В результате раздобыли использованную им салфетку. Она-то и стала краеугольным камнем этой научно-детективной истории. В ней-то и обнаружили хромосому, которая редко встречается среди немцев. Зато она распространена среди евреев, проживающих в Восточной Европе и на Пиренейском полуострове. Кроме того, эта хромосома характерна для марокканских берберов, уроженцев Алжира, Ливии и Туниса. В общем, если верить данным исследования, в жилах Адольфа Гитлера вовсю текла кровь людей, которых он сам считал недочеловеками.